Ложь или миф о тестостероне? Тестостерон имеет свойство увеличивать мышцы атлета, его выносливость, энергетический снаряд организма и его восстановление после тренировки. Тяжелая интенсивная тренировка способствует увеличению количества тестостерона в крови человека. Высокий уровень тестостерона это залог вашей победы на любых спортивных соревнованиях, поэтому его еще и называют гормоном победы. Тестостерон помогает сжечь подкожный жир и таким образом избавиться от лишних килограммов. По этой причине всем мужчинам, желающим избавиться от жира на животе, стоит думать не о диете для похудения, а о рационе для повышения собственного тестостерона. Мужской половой гормон увеличивает продуктивность работы спортсмена на тренировке, а силовые упражнения, в свою очередь, стимулируют выброс тестостерона в кровь. Мифы о тестостероне. Тестостерон отвечает за агрессивность. Над этим спорят ученые уже не один год. Теория о том, что мужчины превосходят женщину благодаря тестостерону, была опровергнута. Женщины могут действовать решительно, быстро усваивать информацию, умеют рисковать не хуже мужчин. Тестостерон отвечает за либидо, но даже высокий уровень гормонов крови не означает, что мужчина круглосуточно хочет и готов заниматься сексом. У него могут быть другие сильные раздражители – работа, спорт, одержимость идеи, которые будут отвлекать от сексуального влечения. Также было опровергнуто утверждение о том, что чем больше тестостерона в организме, тем лучше для него и тем мужественнее мужчина. Уровень гормона сильно выше нормы, может вызвать раздражительность, сильные перепады настроения, нарушение сна. Испыток гормона влияет на выпадение волос, появление прыщей на коже, а также может спровоцировать различные заболевания, в том числе и инфаркт, и инсульт. Не верите? Тогда поинтересуйтесь причинами ранней смерти профессиональных бодибилдеров, плотно сидящих на эфирах тестостерона. И миф о постоянном повышении полового гормона немного померкнет. Что приводит к падению тестостерона? Снижение уровня тестостерона в крови приводит в стресс, употребление алкоголя и плохой сон. Если не восстановить норму гормона в организме, можно попасть в замкнутый круг. Из-за стресса и недосыпа падает тестостерон, что приводит к повышению утомляемости и депрессии, которые не позволяют бороться со стрессом. Тревожным звонком снижения уровня тестостерона в организме может стать нежелание что-то делать и постоянная утомленность. Тестостерон всегда связан с активностью физической и умственной. Еще один признак набора веса. Как повысить уровень тестостерона? Чтобы повысить уровень этого гормона, нужно в первую очередь избавиться от стресса. Необходимо получать больше положительных эмоций. Силовой спорт лучше всего способствует повышению тестостерона. Снижение уровня тестостерона наблюдается и после употребления в пищу простых углеводов, в особенности глюкозы, то есть сладости. Низкая физическая активность ведет к полномерному снижению базового уровня тестостерона в любом возрасте. Для поддержания природных пиков тестостерона и времени их проявления необходимо придерживаться тех же несложных правил, что и в случае с гормоном роста. Соблюдать режим сна и бодрствования, то есть просто высыпаться. Первое. Питаться достаточным количеством натурального белка. Второе. Избегать стрессов и перетренированности в том числе. Третье. Регулярно тренироваться с полноценным восстановлением. Четвертое. Избегать приема алкоголя, особенно пива. Помимо этих простых правил, не лишним будет предпринять ряд усилий для повышения уровня мужского полового гормона. Включить в свой рацион чеснок, гранат, петрушку, кардамон и морепродукты, а также ударные дозы цинка и витамина D. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok